Красиво оформленные автомобили колесят по дорогам. Звучит громкая музыка. С свадебным кортежем Джалабадзе нынче мало кого удивишь. Это уже непременный атрибут. В основном Джалабадзе арендовывают как минимум 10 очень дорогих автомобилей. Платят за это удовольствие зачастую друзья молодоженов, но не всегда. Чем круче автомобиль, тем дороже его арендовать. Хаммер, например, обойдется в 6000 сомов за один день. Это если только в городе. Кто хочет выехать в районы, должны заплатить 15 тысяч. Простые автолюбители свадебным кортежам не рады. Из-за них постоянные пробки на дорогах. Нельзя не учитывать и вопрос безопасности. Дороги в Джалабадзе узкие, возникают аварийные ситуации. Мы пытаемся следить за этой ситуацией, объяснять населению. Но мы специально не выделяем свадебные кортежи. Мы в целом следим за безопасностью дорожного движения. Городские власти считают излишними траты на свадебные кортежи. Вышло даже постановление о том, что в кортеже количество машин не должно превышать шести. Но воз и ныне там. У нас в городе хоть что-то делается в этом направлении. А в районах все по-прежнему. Нужно и там выпускать такие постановления. Думаю, результат будет. Если будет меньше трат, жизнь людей наладится. Деньги не будут уходить на ветер. Вместо этого лучше дать молодоженам что-то действительно стоящее, полезное. Квартиру, мебель. Кортежи – это просто деньги на ветер. Лимузины на прокат и другие дорогие свадебные услуги – просто хвастовство. Показуха считают противники излишних трат. Чтобы этого не было, общество должно созреть до того, что слишком активная демонстрация достатка – дурной тон.